Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Давайте постараемся его разобрать с вами. Первое, с чего я хотел бы начать, это, наверное, с того, что вы ходили к психологу года два назад и ситуация не поменялась. Вообще, нужно сначала понять, к какому именно психологу вы ходили, ну, то есть, какого психолога вы выбрали, специалиста, в каком направлении вы выбрали, вот, и, соответственно, что конкретно вы с ним делали и что конкретно у вас не получалось, например, или не получалось у него, короче говоря, какие проблемы. То есть, то, что вы уже два ходили к психологу, ситуация не поменялась, но это очень разбывчатая история, потому что, вероятно, у специалиста был какой-то план, и, соответственно, наоборот, заключается, следовали ли вы этому плану, и если да, то как, и, соответственно, вот. Это первое. Второе, в том, что касается, собственно, самого общения. Те вещи, которые вы описываете, в целом, про то, что вы читаете книги, про то, что вы выполняете свой словарный запас, ну, это очень хорошо, но это, в принципе, не ключевой момент. Там, то есть, это все вы, по сути, говорите о средствах, средствах для общения вообще. Вот. Значит, вы говорите, что я хочу задавать темы, я хочу, чтобы моя, чтобы вот то, как я, например, рассказываю, да, то, что я говорю, не выглядело как занудство или как нытье. И, в общем-то, в ней мы подходим сразу к нескольким вещам. Первое, это то, для чего вам общение, то есть, в качестве чего вы его хотите получать, почему вы хотите получать общение, чем оно для вас так важно. Вот, потому что складывается ощущение, что от общения вы зависимы. Мы зависимы от общения и, в общем-то, не выступаете в качестве, ну, если можно так выразиться, в качестве самостоятельного партнера при собственном взаимодействии с людьми. То есть, вы нуждаетесь в общении, вы хотите, вы хотите в общении, вы заинтересованы в общении больше, чем другие люди. Вот. Здесь есть сложность, потому что любая заинтересованность ведет к сверхмотивации. А сверхмотивация, в свою очередь, очень сильно мешает выполнять даже самые простейшие задачи и совершать самые простейшие действия. Что уж говорить о каких-то более сложных историях, да? Вот. Ну, ярким примером является то, что вот когда человек, допустим, очень сильно замерз, и вот это вот желание, да, желание одеться побыстрее, оно приводит к тому, что человек не попадает в рукава, рвет одежду часто, одевает ее наоборот и прочее. А пробовали ли вы, например, когда-нибудь там, допустим, съесть машину, когда у вас остается времени там очень немного, да? Ну, понятно, сейчас везде есть эти, так сказать, дистанционные пульты, которые открывают машину. Вот. Но когда были ключи, ситуация была очень интересная, в плане того, что в обычном состоянии человек подходил к машине, открывал ключом дверь и шадился в нее, и все. А состояние вот, когда он опаздывал куда-то, он очень подолгу не мог, собственно, эту самую дверь открыть. Дело здесь было сейчас не в том, что заел замок или что-то еще. Вот. То есть встреча идет до сверхмотивации, и сверхмотивация, значит, стремиться к общению. В первую очередь необходимо эту сверхмотивацию разгрузить. То есть необходимо понять, что общение просто общение. И что получать от общения чего-то вы вряд ли можете. Вот. То есть если у вас есть настрой, что от общения вы получите для себя что-то, то, скорее всего, вы разочаруетесь или получите, но совсем не то, что хотите. Потому что речь идет не о чем ином, как о человеческом факторе. Вот. Поэтому сверхмотивацию общения вам необходимо разгрузить. Как только вы разгрузите сверхмотивацию общения, вы почувствуете себя, а, более свободной, б, более естественной и более независимой от общения. Естественно, нет его, в принципе, все равно. И если человеку все равно есть общение или нет, то, соответственно, его поведение при общении и без него будет ничем не отличаться. Не будет, не будет чем-либо отличаться. Соответственно, это позволит человеку максимально естественно и максимально полное раскрыться при взаимодействии с другими людьми и говорить только то, чем он хочет поделиться. И вот здесь начинается самое главное. Нет ничего страшного в том, что вы говорите про работу. Что вот типа вот завтра опять на работу. Например. Нет в этом ничего страшного. В том, что вы так говорите. Вопрос в том, какой контекст и кому. То есть, если вы любому человеку, который с вами вступает в диалог, говорите о том, что вот мне завтра на работу, да, или вот как вы пишите, что мол, завтра опять на работу, да. Вот. То естественно, что поймет вас, ну, далеко не каждый. И это нормально. Поэтому говорить и делиться чем-то, например, с теми людьми, кто априори может вас понять. Кому априори тема близка, кто может ее оценить. Потому что, ну, странно, наверное, будет рассказывать человеку, который увлекается модом и дизайном, да, модой и дизайном, про, например, футбол. То есть, ну, при всем, как бы, желании, человек вряд ли способен оценить прелесть футбола. Вот. То же самое и здесь. То есть, то, что вы, то, чем вы делитесь с другими людьми, да, проходит через них. И если человек не способен оценить то, что, то, чем вы делитесь с ним, то очевидно, что вы просто выбрали не того собеседника. И здесь дело не в том, что у вас нет навыка общения, а в том, что человек просто не способен оценить того, что вы ему говорите. Как, например, вот вы говорите про свой словарный запас и про чтение книг, а ведь только в том, что повысив свою эрудированность таким образом, вы тоже рискуете встретить людей, которые просто не оценят, не оценят ваш уровень, потому что им будет общаться с вами сложно. То есть, очень важно говорить с людьми, понимая, что человеку интересно и понимая, что человек поймёт, а чего человек не поймёт. То есть, как бы адаптироваться просто в его собеседниках. Значит, получается, что это не общение, не диалог, а монолог. Когда человек ставит целью просто, ну, просто вот выговориться, просто вот что-то рассказать. То есть, мне кажется, что вам нужно сделать упор на своего собеседника. То есть, на то, с кем вы общаетесь. И вообще-то говоря, прикинуть, а что же вот мой собеседник способен вообще принять, что же моему собеседнику интересно, чем же вот то, что я ему делюсь, то, чем я с ним делюсь, да, насколько он это понимает, насколько ему это интересно, насколько ему это вообще адекватно воспринимается им. Это важно. Это очень важный момент. Следующий момент. Следующий момент. Следующий момент. Вот вы говорите про занудство, ничьё и про то, что, мол, опять завтра на работу. Я из этого делаю вывод, что вы не очень-то довольны тем, как вообще реализуется ваш потенциал, реализуются ваши способности. Я в этом не уверен, я просто предполагаю. Потому что очень часто люди хотят общаться именно потому, что есть вот определенные проблемы с реализацией. То есть, как сказать, через общение человек хочет почувствовать себя важным, почувствовать себя значимым. Желание естественное. Каждый хочет чувствовать себя важным и значимым. Но ставить это желание в зависимости от человеческого фактора, ну, крайне-крайне рискованно и неблагодарно по отношению к себе самой. Ибо, ну, опять же, опять же, можно привести пример, что вы, вот, к примеру, желая, там, рассказать человеку, что совершили открытие какое-то, да? Вот, или, там, получили степень, или, там, диплом, или что-то, или повышение. Вот, вы этим делитесь человеком, а человек этого просто не оценивает. Он не понимает, что вы ему говорите, или у него плохое настроение, или что-то еще. И если для вас именно общение является средством реализации, да? Средством для того чтобы ощутить себя важным и значимым, то вы, по сути, не только не удовлетворите свои потребности, а еще и хуже себе сделать и почувствовать себя, в общем-то, пустым местом. Поэтому очень важно, чтобы ваша реализованность, она шла параллельно общению и не была как-то привязана к нему, вот. То есть, пересечения какие-то, реализации общения, безусловно, возможны, но это параллельные линии. То есть, здесь вот история о том, что занудство и нитье, и опасная работа, это вот про реализацию. Здесь вам же необходимо корректировать свои интересы, и искать способы заниматься тем, что вам интереснее. И вот здесь мы подходим к двум моментам. Первый момент. Это ваша самооценка, которая была упомянута моим коллегой Кудрыщевым Игорем Леонидовичем, правда, немножко в другом контексте, но тем не менее. С какой стати и почему вы решили, что то, что вы говорите, является занудством и нитьем? Откуда такое обесценивание к тому, что вас волнует? Другое дело, что высказывать волнующие нас вещи можно разными способами. Например, если у человека что-то беспокоит, он может об этом поделиться с тем, кто способен его проблему оценить, способен его проблему воспринять. Но понятно, что если человек делится этой же проблемой с тем же человеком на десятый или двадцатый раз, то реакция собеседника будет совсем другой. Вы же говорите про общение, как про занудство и нитьем. То есть, по сути, вы говорите про недовольство. Вы не говорите про то, что я чем-то делюсь с другими людьми. Вы не говорите, что я чем-то делюсь, вы говорите, что я жалуюсь с другими людьми на что-то. Ну, по крайней мере, тянуться своими телом, это больше про жалобу. Я понимаю, что не столько, но больше про жалобу. Про жалобу, точнее, про жалобу. Естественно, это ни в коем случае не означает, что вы делитесь с чем-то с людьми, а это означает, что вы именно жалуетесь. А когда человек жалуется, это всегда предполагает, ну, как понятно, из слова, что его пожалели. То есть, хочет, чтобы его пожалели. А вас, например, либо жалеют, либо жалеют как-то не так, либо вообще избегают общения с вами, и в итоге не получают. Дальше. Значит. Вы говорите, что вы можете выслушивать людей, но при этом вы пассив и хочется иметь более активную позицию. Это всего лишь означает, что у вас нет вещей, которые были бы вам интересны, которые бы представляли для вас живой интерес, и которым вы хотели бы поделиться с людьми. Либо у вас отсутствует мнение по каким-то вопросам. И здесь, наверное, вот книги, по крайней мере, я не знаю, какие книги вы читаете, но здесь книги, наверное, не помогут. Как поможет, допустим, некая сформированная мировоззренческая позиция вообще. Некая такая философская позиция в контексте мироустройств. Потому что, совершенно очевидно, что всего знать нельзя, и люди, в общем-то, ну, не способны поддерживать все темы для разговора. Но, чтобы поддерживать большинство тем, достаточно просто иметь, как я уже сказал, четкую мировоззренческую философскую позицию, которая позволит вам в любой теме найти общие элементы, на которые вы можете обратить внимание и по этим элементам что-то сказать. Другой вопрос, что этой позиции у вас нет. Опять же, за счет, вероятно, обесценивания. Обесценивание какого-либо знания, обесценивание каких-либо взглядов и обесценивание каких-либо важных вещей. Как мне кажется, я могу ошибаться. Ну, можно говорить об апатии. То, что я почувствовал от вашего сообщения, это больше апатийное такое ощущение. А апатия, как известно, подавляет чувства и подавляет эмоции, а чувства и эмоции являются тем самым движущим элементом общения, без которого любое общение превращается, ну, в непонятно что. Вот. Поэтому, если мы говорим про общение, то его можно раскрыть через вот эти аспекты. Общение происходит от слова общее, то есть общее с кем-то. И вот те элементы, на которые я надеюсь смог обратить ваше внимание, является основными для построения общения. Конечно, здесь мы не берем в расчет, например, так называемую проблему заикания. Вот. Почему я вспомнил про заикание, я вам сейчас расскажу. Заикание бывает у многих людей, но заикание считается такой вот болезнью, речевой, да ну, нарушением речи. Оно имеет под собой, как правило, чисто психологическую составляющую, за некоторым исключением. Если мы не говорим о травмах, об испугах, если мы говорим о таком вот системном поведении, системном соответственном проявлении заикания, то мы всегда говорим о том, что ребенку натурально просто затыкают рот. Вот его, условно говоря, перебивают, его, условно говоря, затыкают, ему, условно говоря, не дают сказать. И у ребенка появляется вот тот самый запрет на общение, на действительно важные для него темы, о которых говорит мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Вот. А, собственно говоря, если подобные истории имеются у вас, а апатийность, занизенная самооценка и прочие элементы позволяют говорить, что возможно что-то такое есть, то поработать нужно и в этом направлении тоже. Для того, чтобы комплексно данную проблему решить. Иногда бывает достаточно человеку найти что-то интересное, иногда бывает человеку достаточно просто раскрыть свои чувства, чтобы заняться тем, чем ему нравится и все, проблема решена. Ну, бывает и такая история, что этого мало и что требуется более длительная и более глубокая работа. Вот. Какая ваша ситуация, я безусловно не знаю, но, как бы, тут слишком мало информации для того, чтобы на такого рода вопросы ответить. Вот. Что касается того, что вы хотите задавать темы, то есть имеется в виду говорить на интересные вам темы, то опять же, необходимо не только говорить на интересные вам темы, но и выбирать людей, которые эти темы способны оценить, либо которые будут по инерции вас слушать. То есть если условно говоря, что вы человеку говорите на интересную ему тему, то с большей долей вероятности человек будет говорить на интересную тему вам при правильной себя подаче и при соответствующей самооценке. Вот. Так что, так что, здесь мне, как думается, нужно все детали прояснить, в чем конкретно у вас проблема, все сдерживающие факторы проанализировать и убрать, вот, точнее распределить по принадлежащим им сферам, чтобы они не создавали эффекта сверх мотивации. И дальше уже, я думаю, вам будет легче. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.